Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралипоминон. И сегодня мы будем читать 25 главу, просматривать 25 главу, где говорится о храмовых музыкантах. И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Эмана и Идифуна, чтобы они провещевали на цитрах, псалтырях и кемвалах, и были отчислены они на дело служения своего. Не очень понятно, почему в этом принимали участие начальники войска, почему они увольняли их для служения в храме. Потому что эти священники участвовали в военных походах, они сопровождали армию, это были такие полковые капелланы. Но здесь было принято решение, что в этой ситуации, когда будет построен храм, они должны быть отчислены с воинской службы, с капелланской службы, на дело служения своего, то есть своего непосредственного служения в качестве одаренных музыкантов. И мы знаем их имена по псалтыре для этих людей, именно для их исполнения Давид писал некоторые псалмы. Для Асафа, Идифуна, Эмана и так далее. То есть это были такие музыкальные виртуозы, которых никто не мог как бы заменить. Кассидор в своем толковании на псалмы писал. В первой книге Паралипоменон можно прочитать, что когда пророк Давид достиг преклонных лет, отданных Господу, он избрал из народа Израиля четыре тысячи юношей. Они должны были под сопровождением музыкальных орудий, цитр, псалтырий, арф, темпанов, кемвалов, труп, а также их собственных голосов, исполнять псалмы, составленные Давидом по вдохновению Господа. Таким исполнением должно было открываться необыкновенное очарование небесной благодати. Это сладчайшее созвучие ясно включало в себя три части. Рациональную, состоящую из человеческого голоса, и рациональную, подразумевавшую музыкальное орудие, и общую, возникающую в результате слияния первой и второй. Человеческий голос звучал по определенной мелодии, а звучание инструментов гармонично сплеталось с ним. Это сладкое и приятнейшее звучание музыки возвещало Вселенскую Церковь, то есть ее стройность, ее красоту, которой предстояло, несмотря на многогласие разных языков, уверовать в единую гармонию веры, во главе которой стоит Господь. О чем это Кассидор пишет? Он пишет о том, что наличие певцов и исполнителей на инструментах это пророческое указание на то, что будет Церковь состоять как из представителей еврейского народа, которые имели голос перед Богом, которые молились, и представителями всех остальных народов, которые здесь символически преобразуются разными инструментами. Но инструмент молчит, если на нем никто не играет. И если бы апостолы не начали бы свою проповедь, то души язычников не открылись бы для Христа и не засвучали бы их сладостные молитвы. То есть апостолы своей проповедью, как движением рук, ударили по этим цитрам, по этим кимвалам, по разным струнным инструментам, и души некоторых язычников, которые молчали перед Богом, они ожили в молитве перед Ним. Вот такой красивый, интересный комментарий нам предлагает как раз этот древнехристианский экзегет. И далее здесь перечисляются имена, опять же, по жребию, как музыканты сменяли друг друга. Восьмой стих. «И бросили они жребий, очередие служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками». Вот на этом немножко остановимся. Почему малый наравне с большим, учители наравне с учениками? Ну, а первым сам Давид был малым в семействе своем, он был самый младший. И когда Самуил, который был пророком Бога, пришел в эту семью, чтобы избрать царя, он никак не подумал, что это самый младший. Он, наверное, смотрел на самых высоких, самых зрелых. Но Бог имеет свой суд, потому что Бог видит не внешний фасад каждого из нас, Господь созерцает и наши сердца. Так и учители наравне с учениками тоже бросали жребий, потому что непонятно. Да, этот человек сейчас ученик, но, может быть, в нем есть такие качества, которые позволяют ему превзойти учителя. Но естественным путем это сделать нельзя. А через бросание жребия, уповая как бы на волю Бога, это можно было как-то установить. До конца этой головы перечисляются эти музыканты, которые выполняли свое служение по чередам, но какой-то дополнительной информации здесь мы не обнаруживаем, кроме указания количества этих музыкантов и их очередности, кто за кем совершал служение. В следующий раз мы будем читать 26 главу, где говорится о храмовой страже, о смотрителях за сокровищами в храме, о писцах, судьях и царских надзирателях. Как мы видим, Давид все продумал, и, как я уже говорил, этот храм трудно называть храмом Соломоновым, потому что все, что в этом храме было, от начала до конца, все это было продумано Давидом, даже все эти сокровища были собраны Давидом, и кедр ливанский он закупал, и золото много скопил. Поэтому в любом случае в городе Давидовом и храм-то был создан Давидом, хотя он при своей жизни не видел этого храма. Храм построил его сын Соломон уже после смерти Давида, как и в случае, кстати, с Серафимом Саровским, который не посещал Дивеева, вот эту женскую обитель, но каждая ступенечка там была ему известна. Продолжение следует...